Друзья, добрый день! Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодня у нас, как я уже говорил, отвечая на ваши комментарии про недвижимость. Что же будет с недвижимостью, насколько может или не может упасть, или насколько может вырасти? Смотрите данное видео обязательно до конца, если хотите узнать мое мнение, что я думаю по поводу рынка жилой недвижимости в России. Первое, что хочется сказать, у нас отменяется уже к концу 2022 года льготная ипотека. Причиной тому является несколько, но на самом деле наши монетарные власти, в первую очередь Центральный банк, заявляют о том, что рынок недвижимости перегрет и вызывает беспокойство у регулятора. Соответственно, льготной ипотеки не будет. При этом льготная ипотека на самом деле основной причиной роста недвижимости в последний год-полтора, там с весны 2020 года являлось то, что у нас была льготная ипотека, и идея была такая, что сделать жилье более доступное, снизив стоимость обслуживания кредита. Но буквально в течение трех месяцев, где-то временным лагом 6 месяцев, недвижимость выросла на сопоставимую величину, и это привело к тому, что рынок недвижимости вырос, причем первичной недвижимости рынок вырос, а вторичка как бы осталась. Причем разрыв между стоимостью первичной и вторичной недвижимости по-прежнему увеличивается. То есть, если вторичная недвижимость уже пошла в направление снижения, то первичный рынок стоит, и пока что сейчас такие появляются осторожные скидки, которые предоставляют застройщики. Льготной ипотеки не будет, стоимость обслуживания кредита, соответственно, увеличится, и это приведет к тому, что снизится спрос на недвижимость. Второе, о чем имеет смысл говорить, что в связи с тем, что Россия находится под санкциями, в связи с тем, что у нас растет все-таки инфляционное давление, вот в этом видео мы говорили, что делать с рублем, как следствие того, что это происходит, что цены на товары, особенно импортные товары, растут из-за роста логистического плеча, приводит к тому, что разгоняется инфляция, и центральный банк будет обязательно реагировать на инфляцию. Соответственно, помимо того, что само по себе льготное кредитование будет отменено, вторым фактором будет служить то, что центральный банк может еще повысить процентную ставку в целях борьбы с инфляцией, а это повысит стоимость обслуживания кредитов, это в целом повысит стоимость ипотеки, и это еще сильнее скажется на спросе населения. Третий фактор, который опять-таки влияет на спрос на недвижимость, заключается в том, что у нас снижаются располагаемые доходы. Доходы, которые остаются у людей после того, как они получили заработную плату и произвели все обязательные платежи. Снижение располагаемого дохода, опять же, сказывается на спросе, что приведет к тому, что цены на недвижимость могут снизиться. Если мы понимаем, что спрос очень серьезно сократится, недвижимость это товар, который не то, что тяжело транспортируется в направлении спроса, а который вообще не транспортируется в направлении спроса. Поэтому и называется недвижимость и жилая недвижимость. Когда у вас стоит жилой комплекс, и вы его переместите, вы не можете в направлении, где спрос выше, по каким-либо причинам. Или у людей доходы больше, или там в принципе количество людей больше. То есть недвижимость, она не перемещается. Поэтому что нужно понимать, что... И задаться вопросом, насколько может упасть цена на недвижимость. Есть в нашем мастер-классе, мы проводили анализ, что происходит с недвижимостью. Так вот, что нужно понимать? Недвижимость с временным лагом в 12 месяцев обеспечивает падение цены в 50% от падения рынка ценных бумаг. Так было в кризис 98-го года, так было в кризис 2008-го года. Еще раз, звучит очень страшно и непонятно, да, то есть 50% от чего эти 50% считать. Еще раз, давайте, чтобы у вас было понимание, насколько может упасть недвижимость и в какой временной период. Возьмите для себя за ориентир индекс ММВБ и индекс РТС. Это индексы, которые рассчитывают российские акции. То есть активы, которые... Самые крупные активы, которые торгуются на российском рынке ценных бумаг. Так вот, падение недвижимости составляет 50% от падения рынка. То есть если рынок упал на 50%, то нужно понимать, что с временным лагом в 12 месяцев рынок недвижимости, цена недвижимости упадет на 25%. Если у нас еще в течение 2-3 месяцев рынок упадет еще на 20%, то тогда потенциал падения рынка недвижимости еще увеличивается на 10%. То есть то, что можно однозначно констатировать в ноябре 2022 года. Падение российского рынка ценных бумаг, индексов, составило порядка 50%. С временным лагом в 12-18 месяцев цены на недвижимость могут упасть на 25%. Если рынок российский еще упадет на 20%, то соответственно к 25% падения рынка недвижимости потенциального мы прикладываем еще 10%. Итого получается 35%. Это лично мое мнение. Данные показатели применимы исключительно к жилой недвижимости, которая характеризуется большим числом непрофессиональных участников. Что называется толпа. Люди, которые не используют недвижимость как девелопент, то есть как получение арендной доходности. У них нет аналитики, у них нет понимания рынка. То есть они просто на уровне ощущений, что происходит вокруг меня. Поэтому нужно понимать, что таков уровень падения вторичного рынка. Очень важно понимать, что речь идет про вторичный рынок. Первичный рынок может просесть еще больше, потому что именно в первичном рынке недвижимости присутствует вот этот вот избыточный потенциал, когда люди просто покупали недвижимость, потому что была льготная ипотека. Друзья, ну а более подробно узнать о том, когда закончится кризис и каким образом структурировать свой капитал в настоящий момент, вы можете узнать на бесплатном мастер-классе, ссылка на который находится под данным видео. Проходите, регистрируйтесь, принимайте участие, с удовольствием поделюсь своим собственным мнением. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока.